Друзья, с черешнями засада. У меня две самых старых черешни. Это сорт гостиниц белорусской селекции, этот сорт народная. Значит, гостиниц уже показал себя тем, что показал сортовые ягоды. То есть, это гостиниц, 100%. А вот народную, друзья, будем убирать в этом году. И хотя жалко, очень красивая сформированная деревца, но, по-моему, это оказалось дичкой. И в чем эта дичка выражается, сейчас вы увидите. Заходим в крону и находим ягоды. Вот видите, у народной ягоды должны быть темные, но посмотрите их размер. Вот, посмотрите. Это дичка, скорее всего, потому что, как сформировано дерево, обрезалось на обратный рост, на уровне 30 сантиметров. И, по-моему, тогда, когда она не была обрезана, она как раз показала сортовые крупные ягоды. Для народной это где-то грамм 5-6, такая дутая темная ягода. И созревает где-то, наверное, первая декада июля. Так вот, я эту черешню обрезал. Посмотрел, как в интернете люди выращивают кустовые черешни. Есть у нас белорусский канал одного питомника, Витебского, как раз вот делал по его методу. То есть, от уровня земли обрезал на 30-40 сантиметров и вырастил вот такой вот куст. Этому кусту, ну, не знаю, лет 7-8, блин, может и 9 даже. Ну, после того, как я вырастил этот куст, дерево разрослось, дало множество побегов в разные стороны. Вот такая беда случается уже несколько раз. Случалось. Ягодка вырастает маленькая, как бы похожа на народную черешню. Именно цветом. Но, друзья, она горькая, ее просто не взять в рот. И этих ягод очень мало. Ну, для черешни, вы понимаете, это не показать. Ну, что это? Это черешня. Черешня – это такое дерево, с которого ты снимаешь ведрами ягоду, вкусную, сладкую. А тут какая-то пародия. Так вот, друзья, буду выбирать я эту черешню, как бы мне не хотелось, или хотелось этого, не хотелось. Прошли годы, потеряно, я считаю, много урожая. Да и гостиниц наш не хочет опыляться. Ну, совсем не хочет от дички опыляться. И для гостинца лучшими опылителями являются такие сорта черешни, как журба, громковая и еще какая-то. Это лучшие опылители. Так вот, друзья, я здесь решил посадить черешню громковую. Кроме того, один из подписчиков на ролике, там, где я восстанавливал черешню и наслаждение, которая засихала, отписался, что на ней был черный рак. Вот, могу вам показать, что на этой черешне. И если у нас есть специалисты, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, помогите определить. Ну, как мне кажется, никаких здесь проблем нет. Это просто отпиливались ветки и вот такие не очень удачные сучки. Здесь на пенек обрезалось, видите, невозможно было. Здесь вот не хочет зарастать. Ну, хотя калус есть, зарастает пенек от обрезки. Могу показать вам черешню гостиниц. Она сформирована точно так же, как и народная, которую я вам только что показывал. То есть, это был куст и вот выросло несколько таких мощных стеблей. Тут у нас еще и комедитичей, не почему-то в этом году. Ну, дай бог, все будет хорошо. И вот можете посмотреть, как зарастают здесь сучки. Вот. Вполне себе здоровы нарос калус. Проблем я здесь никаких не вижу. Но ягод практически не было. Ну, если 10 ягод этого считается урожаем, то ягоды были. Но я так не считаю. Поэтому вот это мощное дерево, черешня народная, будет убираться. И уже даже хочется сейчас это все дело сделать. Не ждать осени, потому что новатор сад, это у нас такое крестьянско-фермерское хозяйство есть под фанипалем. Новатор сад продает в горшках 10-литровых саженцы черешны. Соответственно, можно уже брать бензопилу и спиливать эту черешню и садить после выкорчевки пня новую. Да, с этим пнем даже их тут будет три пенька. Придется поорудовать и повозиться. Но что делать? Ничего не остается. Я не вижу смысла дальше развивать одну из этих черешин. а конкретно вот эту, которую дает горькие, противные, невкусные ягоды. Ну, раз уж я по черешне начал длинный ролик, давайте, друзья, в двух словах. Я вам ранее здесь показывал на канале сорт черешня-менчанка пару лет назад посажен. Были уже сигнальные ягоды. Ну, это самая мелкая какая-то осталась, которую просто никто не захотел снимать, потому что она грязная, видите. сигнальные ягоды были. Формировка у нее не очень красивая, но что-то придется придумывать. Нижние ветки вот эти будут убираться. Мне не нравится. А центральных веток я здесь не наблюдаю. Какой-то веник получился. Ну, будем причесывать. Это менчанка с плотной хрустящей мякотью. Пробовал. Реально очень вкусно. Садите, не пожалеете. Как там правильно, я не знаю, бегаро это называется или бигаро или как-то немножко что-то по-другому. Возможно. Может, я ошибаюсь. Как-то так, бигаро, мигаро. Посмотрите сами в интернете. Вот это черешня наслаждение. В ролике про черешню, когда я спасал, я вам показывал, на этом же месте ранее сидело тоже черешня наслаждения. и один из подписчиков диагностировал у нее черный рак. Я все-таки решил эту черешню оставить в смысле этот сорт у себя в саду наслаждения. Тогда ягодки были, их опять же было немного, но они были очень такие интересные. С таким желтеньким бочком, красноватая, но не темная. Немножко по ягоде эта черешня напоминает сорт гостиниц. Но это тоже считается ягодой с хрустящей мякотью. Как я вам ранее говорил, бегару, не бегару. И еще одна черешня есть. Вот посмотрите. Эта черешня садилась практически тогда, когда садилась в гостиниц инородная черешня, буквально наверное на следующий год мы ее посадили в сад. То есть этому дереву тоже уже много лет. И что удивительно эту черешню я не резал вообще. Черешня субаровская, а субаровская это фамилия одного из биологов, ботаников нашего института плодоводства, которая как раз и вывела этот сорт по ее фамилии субаровская. Так вот, черешня это с паниковой кроной, как вы видите. Ни разу не резал, вот что удивительно, вот ни разу. Вот те черешни, ну, просто заманался резать. Каждый год что-то выпиливается, как-то она разрастается и вширь, и ввысь. А это, друзья, как была, где-то три с половиной метра, вот так и осталось. Эта черешня дает плоды, она плодоносящая, но опылителей для нее толковых нет. Будем надеяться, что сорт минчанка, заявленный как опылитель, в дальнейшем, когда вырастет, будет эту черешню опылять. На черешне постоянно заводится тля, мы с ней боремся, иногда помогают божьи коровки. Ну, в данный момент, видите, скручены листья на кончиках, но вот эта тля, все это черная, она мертвая, она уже не живая. Поэтому у нас сколько черешин? Раз, два, три, четыре, пять. И заменим народную на громковую журбу черешню мне бы не хотелось садить, хотя она тоже является прекрасным опылителем для черешня сорта гостиниц, потому что журба имеет желтые ягоды. А как мы знаем, желтые ягоды не такие сладкие, как красные. На этом все, друзья. Тут еще у нас вишни. Несколько роликов я уже снимал. Вишня охраняет у нас вот такой вот сокол. подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Видео выходят каждый день. В последнее время я выпускаю шорцы, но будут и длинные ролики. Будут. Просто некогда в сезон этим заниматься. Все, друзья. Я все сказал, что хотел. Счастливо.